Владимир Фролов – участник войны в Афганистане. Он служил в летных войсках. Со дня вывода войск прошло почти четверть века. Но страшные события тех лет забыть невозможно, говорит Владимир. 9 лет, 1 месяц и 19 дней длились боевые действия в Афганистане. В них приняли участие более 500 тысяч советских военнослужащих. В кровопролитных сражениях десятки тысяч человек получили ранения. Но самое страшное – это терять сослуживцев, признается Фролов. Вот это парашют, это часть парашюта. Я в свое время летал, вот здесь, вот этот момент, это кровь у ребят, когда погиб у нас экипаж. И вот его разрезали, и часть осталась, я просто взял как память. И до сих пор на протяжении 30 лет я храню его. 180 лобинских солдат стали участниками боевых действий в Афганистане. К сожалению, на родину вернулись не все. Чтобы поддержать тех бойцов, которые участвовали в наведении конституционного порядка в Афганистане, была создана общественная организация ветеранов. Тогда в нее вошли порядка 80 человек. Лобинская общественная организация ветеранов Афганистана была создана в 1987 году. Инициатор был майор Акаев, тогда он был начальник второго отделения Лобинского военкомата. И преподаватель НВП Семенов Иван Михайлович. Это пятая школа. В числе первых, кто вошел в эту организацию, Владимир Фролов. Пол жизни, будем так говорить, я прослужил, а пол жизни проработал в общественной организации. Вот 23 года в этом году, как я нахожусь в этой организации и работаю при мне, сменилось очень много председателей. В любом случае, организация существует, она неотъемлемая частью моей жизни. Сегодня в общественной организации ветеранов-интернационалистов насчитывается более тысячи человек. В основном это ветераны боевых действий Афганистана, также Кистана, Северного Кавказа, Мозамбика, Бангладеш, Анголы и другие. Помимо участников войны в Афганистане, уходят сейчас и кто наводил в Чечне конституционный долг. И выполнял, да. И плюс, кто проходил службу в локальных войнах. Это и Ангола, это и Эфиопия. Также к нам это проходит и Куба, и Монголия. То бишь, если на сегодня у нас 137 человек, именно чисто ветеранов Афганистана, и более 800 человек состоят на учете, но они еще молодые, они еще боятся и стесняются соблеваться в коллективе. Те офицеры, которые уже ушли на пенсию, те с нами контактируют и приходят, и где-то нам помогают, где-то мы им помогаем. Общественная организация ведет работу по нескольким приоритетным направлениям, одной из которых – патриотическое воспитание граждан Российской Федерации. Опираясь на славный боевой опыт ветеранов локальных войн, ведутся воспитательные работы и уроки мужества в школах, профессиональных училищах, посещают ветераны и войсковые части. В повседневной деятельности члены организации ведут активную работу по рассмотрению обращений граждан по различным вопросам, которые касаются жизни ветеранов Афганистана, ферра Кавказского региона и членов семей погибших воинов. Оказывают они и юридические консультации, и по мере возможности предоставляют адресную помощь. Общественная организация большое внимание уделяет тем моментам, когда человек приехал с Нагорного Карабаха к нам, Виталий Георгиевич, у него было двое детей, и общественная организация оказала содействие, как получение гражданства, встали на очередь, оказание там, я не знаю, семья была уделена, ну, в общем, вниманием уделена очень сильно. Общественная организация не одинока в своих начинаниях, признается руководитель Калашников. Ветеранов, интернационалистов всегда поддерживает и помогает руководство района и города. Не так давно сбылась давняя мечта общественной организации установить память и клобинцам, погибших в локальных войнах и военных конфликтах. Теперь он находится на площади Победы. 15 февраля ветераны вновь соберутся вместе, чтобы почтить память тех, кто погиб, выполняя интернациональный долг. Наталья Литвиненко, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба».